Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Рамон, Марти и Альсина, испанский художник в стиле реализма. Родился 10 августа 1826 года в Барселоне, скромный в семье городского чиновника и осиротел в возрасте 8 лет. Затем его воспитывал крестный отец, который был против его планов стать художником. Он начал изучать философию и в конечном итоге получил степень бакалавра по этому предмету. Посещал вечерние занятия в Искорде-Ла-Отье. Его первые попытки стать профессиональным художником имели местного Матара в родном городе его матери, где он приобрел скромную репутацию среди местной гуржуазии как художник-портретист. Я цитирую переводную википедию. Иногда бывает криво, конечно, переводную. В свободное время он проводил зарисование в горах и вдоль побережья Мересмей. В 1948 году отправился в Париже, где посетил Лувр и ознакомился с работами Горация Верне и Женадила Круа. Позже он открыл для себя работы Гюстава Курбе и попал под влияние Барбизонской школы. Стал профессором рисования в Лолоте. Был одним из первых, кто познакомил своих студентов с концепцией пленарной живописи. Его первая крупная выставка состоялась на генеральной выставке изящных искусств Барселоне в 1851 году. Стал членом корреспондентом Королевской Академии Каталонских изящных искусств Святого Георгия в 1855. В результате своих ранних философских изысканий он увлекся позитивизмом, республиканизмом и антиклирикализмом и отождествил себя с идеалами революции 1868 года. Во время правления короля Амадео I он ушел из Ла Альоти, хотя некоторые источники утверждают, что он был уволен, потому что не захотел присягать на верность Конституции Испании 1869 года. После провозглашения первой Испанской республики он был в числе реабилитированных по общему распоряжению президента Франсиска Пи Маргаля. В 1872 году его сын и дочь умерли с разницей в несколько дней, а в 1878 он потерял жену. Сильно влез долги, это вынудило его увеличить свою художественную отдачу почти до такой степени, что он создавал их как на конвейере. У него на короткое время было открыто семь отдельных мастерских для размещения завершенных работ. Большинство из них было в основном созданы его сотрудниками, и только последние штрихи были сделаны самим художником. Более 4000 картин этого периода имеют его подпись. В конце концов, в 1889 году он смог повторно жениться, но экономические проблемы преследовали его всю оставшуюся жизнь. Большая часть его жизни была посвящена циклу «Картина войне» и «Двух осадок Жирона». Но этот цикл так и не был завершен. Умер художник 21 декабря 1894 года в Барселоне. Вот так немного о испанском художнике, который работал в стиле реализма Рамон Марти и Альсина. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok